Добрый день, друзья! С вами снова Библиотека Ленина. И мы продолжаем наш фестиваль «Как для взрослых, только лучше». Как вы помните, мы целый год знакомим вас с лауреатами премии имени Ганса Христиана Андерсона. И наша ноябрьская героиня, замечательная шведская писательница Мария Гриппе. Книги Марии Гриппе известны во всем мире. Они переведены на 29 языков. Мария Гриппе – автор более 30 книг. Родилась она в 1929 году, и, казалось бы, опять это такая древность. Но, друзья, мы, собственно, она прошла мимо нашего… книги Марии Гриппе прошли мимо нашего читателя. Было только несколько книг издано в 1976 году. И только в 2004 стали переводить и издавать книги. Интерес издателей, переводчиков, ну и в читателей, творчеству писательницы вполне понятен, потому что ее произведение замечательное. Она говорит о достоинстве, о чести, о том, что, в общем, волнует всех, о памяти, о любви. И сегодня мы вас познакомим с теми произведениями, которые понравились нам самим. Я расскажу вам про книгу Сосилия Агнес «Странная история». И уже самим названием Мария Гриппе нас как бы предупреждает. Здесь будет что-то необычное. И действительно все произведение строится по канонам готического романа. Здесь есть старинный дом, куда переезжают главные герои, есть сломанный будильник, который внезапно звонит, таинственные шаги за дверью, старые письма, тайные посылки. В общем, это такой сплав Гофмана и Эдгара По, только не такой жуткий и с хорошим знанием подростковой психологии. При этом все вот эти таинственные ходы и явления, это, конечно, только изящная форма, в которую Гриппе облекает достаточно сложную тему, это тема одиночества. Что это такое? Главная героиня Нора, 15-летняя девушка, знает не понаслышке, она осталась сиротой достаточно рано и ее воспитывают родственники родителей. И они очень хорошо к ней относятся, но тем не менее она все равно чувствует себя там не совсем своей. И даже если и приемная мать, и приемный отец проявляют к ней нежность и заботу, ей все равно кажется, что здесь что-то не так. И мне очень понравилось, как Мария Гриппе показала этот тонкий момент. Это может быть повышенная мнительность, когда каждый жест, каждое событие воспринимается девочкой как символ того, что ее родители говорят, ну, ты нам не очень нужна, мы заботимся о тебе лишь по необходимости. И потом она сама же корит себя за эти мысли, чувствует себя виноватой, чувствует, что она неблагодарная. Но при этом справиться с этой травмой достаточно тяжело, потому что она глубокая. И как раз эта книга про брошенность, про оставленность и про то, что эта проблема, она достаточно часто встречается, она переходит из поколения в поколение. И очень важно попробовать прекратить вот эту череду брошенных детей, сирот, когда они не нужны ни отцам, ни матерям, когда о них заботятся какие-то другие люди, они ютятся в чужих квартирах. И здесь Мария Гриппе говорит, что это сложно, но тем не менее очень важно попробовать как-то этому противостоять. И здесь речь даже идет не о том, чтобы, например, удочерить или усыновить чужого ребенка, хотя бы просто не отвернуться, подать ему руку, поддержать в нужный момент, просто радоваться ему, когда, например, он приходит в твой дом. И кто такая Сесилия Агнес, что это за персонаж, я не буду говорить, но это, как мне показалось, такое олицетворение хрупкости и оставленности. Это такой немой укор всем поколениям, всем героям этой книги. Такая трещина, которая проходит через всю семью и тянется не один десяток лет. Но это все достаточно поправимо. И на самом деле эта книга очень светлая, она легко читается и можно прочитать за несколько вечеров. И она как раз говорит о том, что все в наших руках. Мы можем сделать мир немножко светлее, немножко добрее. И вот эти таинственные знаки, события, их не нужно бояться, они наоборот подсказывают нам, как сделать этот мир лучше. И у героев это получается. И, как сказал один из главных персонажей этой книги Дак, это брат Норы, единственный способ понять непонятное, это верить и радоваться самим. Мария Грипп начинала, конечно, как и многие писатели, с того, что в детстве любила рассказывать сказки своим братьям и сестрам. Но по-настоящему она занялась литературой. Когда у нее появилась дочь, она стала сочинять для нее сказки. А самую большую, просто всемирную известность ей принесла сказочная повесть «Навозный жук летает в сумерках». Книга Марии Гриппе «Навозный жук летает в сумерках» впервые вышла на русском языке в 2004 году. А написана она более 40 лет назад, в 1978 году. На первый взгляд название книги кажется немножко странным. «Навозный жук» кажется чем-то неприятным и непривлекательным. Но для природы они важны не менее, чем пчелы. А если вспомнить про скоробеев, которые относятся к тому же семейству навозников, они являются одними из самых почитаемых символов Египта. И они встречаются там везде, и на ювелирных украшениях, и на гробницах, и на амулетах. И вот одна из тайн, которые будут разгадывать герои этой книги, связана с древнеегипетской статуей. Хотя действия происходят в обычной шведской деревне, и Аника, Юнос и Давид – это обычные шведские дети. Аника и Юнос – это брат и сестра, Давид – их друг. Все начинается одним днем, когда Юнос подарили магнитофон. Нам очень сложно себе представить, что значил магнитофон для подростка 70-х годов XX века. Но уверяю вас, что это был очень желанный и привлекательный подарок. Юнос мечтал стать репортером, и поэтому он снимает все подряд. Но именно одна из этих записей, которые он делает, оказывается, ведет их к каким-то новым приключениям и загадкам. Даже трудно определить жанр этой книги. Это и детектив с поисками древнеегипетской статуи и даже с вскрытием гробниц. Это и мелодрама, потому что ребята находят письма и узнают об истории любви, которая случилась в этих местах более 200 лет назад. Это и философские рассуждения о положении женщин, и ботанические наблюдения за цветами. И даже все это приправлено таинственными и мистическими совпадениями и происшествиями. А еще Юнос постоянно ест лакричные конфеты салимак, как он говорит, для работы ума. Это конфеты с очень оригинальным вкусом. Не знаю, понравятся ли вам они, но то, что книга «Навозный жук летает в сумерках», захватит вас с первых страниц и не отпустит уже до конца, это точно. Ну а потом уже были и «Дети стеклодува», и «Цикл тени», и Элвис Калсон был раньше, «Папа пелерин» и далее. Дело в том, что Мария Гриппе изучала в Стокгольмском университете философию и историю религии. И в ее книгах есть некая мистическая составляющая. И она очень любит всякие истории семейные разгадывать. Это очень интересно. И книга Марии Гриппе «Дети стеклодува» – очень многослойное произведение. Это и сказка, и фолсовская притча с элементами скандинавского эпоса. Одним из, собственно, таких элементов является герой, ворон, который отсылает нас к образу бога Одина. Он как бы совмещает в себе и ворона Одина, и самого Одина, который, как вы, наверное, знаете, потерял свой глаз в колодце мудрости. И глаз этот был тот, который видел все темное и смотрел в прошлое. Соответственно, у ворона остался глаз, который видел только светлые стороны жизни и смотрел только в будущее. И он как бы является таким предупреждением, что если кто-то воспринимает мир только с его светлой и позитивной стороны, это очень опасно. Поскольку все-таки для того, чтобы быть по-настоящему мудрым, нужно воспринимать мир в его всем многообразии, и нельзя забывать о его темных сторонах. Также одной из идей книги является то, что человеку лучше не знать о его будущем, предстоящем, поскольку это достаточно тяжелое бремя. Так гадалка предсказала, собственно, Стеклодуву не очень как бы приятную судьбу его детей, и ему с этим очень было сложно справиться. Собственно, главный герой этого произведения это вот как раз Стеклодув и его семья. Жена и двое детей, Глаз и Клара. Глаз очень любил наблюдать за тем, как его папа работает. А папа у него был очень талантливым Стеклодувом, и, как и все творческие люди, очень был в это свое ремесло погружен. Отчего его жена очень по нему скучала, и в какой-то момент слабости даже подумала о том, что почему же нам так все тяжело удается, вот бы как было бы хорошо, если бы мои дети жили в богатстве и ни в чем себе, в общем, не отказывали. И ее желание осуществилось, но несколько не так, как она, наверное, себе представляла. Еще одним из таких ярких образов книги является город, который был построен мечтателями. Эти мечтатели... Ну, как бы один мечтатель задумал прекрасный город, но успел построить только один дом. Его потомки тоже были очень такими мечтательными людьми и построили только улицы. Следующий потомок поставил только фонари в этом городе, и, в общем, вот он собой представляет пустой город с улицами, фонарями, освещающими эти улицы, и дом, дом, в котором живет, собственно, правитель этого города. Правитель этого города очень любит исполнять мечты своей жены, но поскольку он постоянно исполняет любое ее желание, она как бы утратила вкус к тому, чтобы чего-то желать. И она глубоко несчастна именно потому, что он ее мечты все, по сути, разрушил, осуществив их. А правитель всего лишь хотел, чтобы она его благодарила за то, что он ее облагодетельствовал и пытается сделать ее счастливой. Но сам он не умеет никого благодарить, потому что он, в общем, никогда никому не был ничем обязан, и как-то ему сложно говорить людям спасибо. И настолько у него эта фобия, что он в итоге совершает один не очень хороший поступок, из-за которого, в общем, все и завертелось. А что это за поступок, читайте, собственно, в книге. И, помимо всего прочего, там очень много всяких второстепенных героев, но очень ярких, которые даже как-то оттеняют главных героев. И, в общем, такое философское произведение, в котором, мне кажется, и дети, и родители могут найти что-то свое. Элвису нравится ухаживать за цветами и дарить их тем, кого он уважает. А еще нравится охранять дом Юлии от хулиганов и растить возле него подсолнух. Ведь пока цветок живет, жива надежда. Единственный, кто понимает его, это дедушка. А также Петер учит Элвиса кататься на велосипеде. Маме Элвиса такая дружба кажется странной, ведь разница в возрасте немаленькая. Но она все же счастлива, что кто-то возится с ее ребенком. В своем шестилетнем возрасте Элвис гораздо сообразительнее и отважнее, чем кажется. Он разгадал тайну Деда Мороза. Помог Петеру отвоевать дом у хулиганов. Самостоятельно научился читать, чтобы прочесть послание Юлии. И главное, разгадал тайну Юхана. Элвис с самого детства носит вещи своего дяди, который якобы куда-то уехал. Но Элвис без чьей-либо помощи догадался, что он не уехал, а умер. Элвис проживает осознанное детство, но при этом не теряет веру в доброе и хорошее. Эту книгу я бы посоветовала прочитать детям от 8 лет, а не от 6, как ставят возрастной ценз. В этой книге много важных тем и переживаний главного героя. Прежде чем я начну рассказывать об этой книге, хотелось бы упомянуть о том, что эта книга посвящена памяти Юлианы Яковлевны Яхниной, переводчица, руководителя мастерской художественного перевода. Ее ученики перевели цикл «Мария Гриппа. Тени», и, собственно, поэтому мы можем теперь его читать. Благодаря ее усилиям эти книги и были изданы. Итак, «Мария Гриппа. Тень на каменной скамейке». Швеция. Начало второго десятилетия XX века. 1911 год. Кто-то скажет, о, классно, это очень интересно. Быт, жизнь. А кто-то скажет, фу, какая древность, да ну. Ну, это уж вам решать, читатель. На самом деле, действительно, интересное погружение в жизнь того времени, в быт. И интересно, что вы обнаружите, что, в общем, людей занимает все то же самое. И человеческие ценности от века к веку не меняются. Но все-таки в то время за многие права приходилось бороться и прилагать какие-то усилия для того, чтобы доказать, что каждый имеет право на собственное мнение, на собственную жизнь. Итак, довольно богатая шведская семья. Повествование ведется от имени одной из дочерей, от лица одной из дочерей девочки 14 лет. Причем имя свое она не называет. Мы узнаем о нем только в третьей главе. Почему так происходит? Оно ей просто попросту не нравится. Ей кажется, что оно не подходит. Ну, зовут ее Берта. Теперь уж я могу сказать, раз уже она и сама решилась к третьей главе обнаружить. А начинается все с того, что семья ждет приезда молодой, новой горничной Каролины. Ну, в семье так принято. У них есть кухарка-экономка, которая имеет огромный авторитет в доме. И Каролина. Ее ждут, и появляется она самым неожиданным образом. Так как не очень принято. А поскольку в семье строго следят за соблюдением приличий. Вернее, скорее даже экономка следит за этим, которая имеет огромное влияние на маму. И вот постепенно мы видим какие-то детали жизни этой семьи, но глазами 14-летней девочки. Кроме того, что ее зовут Берта, мы узнаем, что она весьма наблюдательна, весьма иронична. И ей довольно скучно жить в семье не потому, что даже устоялись все нравы. Потому что она понимает, что папа с мамой несколько уже друг другу надоели. Папа все время, папа скрывается за тем, что он пишет книгу об известном очень мыслителе, философе шведском. Мама занята домом, детьми, но к ним никто не приходит в гости, и живут они довольно замкнуты. Дети тоже не приводят своих товарищей в гости. Вдруг появляется вот эта Каролина, вокруг которой немедленно, немедленно начинает закручиваться сюжет. Уже в тот момент, когда она появляется, вдруг все хотят ей помочь. Дети воспринимают ее просто как человека очень интересного, человека необычного. Сразу она всех как-то увлекает. И вот они уже ей помогают. И вот она уже с маленькой Надей обсуждает, на что похожи горящие в камне угольки, как здорово было бы яблоки печь. А потом выясняется, что вообще она личность загадочная. Она вдруг исчезает куда-то вечерами из города, в город, вернее, простите, из дома. Хотя говорила, что она никогда в этом городе не бывала. Еще выясняется, что она очень интересуется семейными фотографиями. И на семейных фотографиях как раз ее интересует не столько тот, кто изображен, а тот, кто находится по ту сторону объектива. И она старается посмотреть его глазами и кое-что узнать о его личности. Ну а дальше начинаются события самые загадочные, интересные, на фоне которых происходит становление детей, какие-то скрываются качества каждого героя. Вообще можно сказать, что это целая такая сага. И, дорогие друзья, если вы прочтете, и вам понравится эта книга, у меня есть для вас отличная новость этих книг. Вообще четыре. Сейчас даже все сразу. Посмотрите, следующая. Следующая книга в серии «И белые тени в лесу». Затем «Дети теней» и «Тайник теней». Представляете, какой кайф, как повезет тому, кому понравится эта книга, и он еще сможет еще целых три огромных тома быть вместе с любимыми героями. Так что очень вам рекомендую. Почитайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!